Незрячий диссидент Чэнь Гуанчен всё-таки решил покинуть Китай, причём как можно скорее. Это он подтвердил в четверг в телефонном интервью агентству Reuters. Интервью Чэнь дал, находясь в больнице, куда его привезли накануне из посольства США в Пекине в сопровождении американского посла. «Я хочу уехать из Китая как можно скорее. Куда? Куда угодно. Почему? Я чувствую, что нахожусь в опасности. Здесь мне не могут обеспечить безопасность и соблюдение моих прав». Днём ранее Чэнь сообщил Reuters, что хочет уехать в США. Адвокат Чэнь Гуанчен был известен своей деятельностью по защите жертв принудительных абортов в Китае. В 2006 году его посадили в тюрьму на четыре года, как утверждают его сторонники по сфабрикованным обвинениям. В 2010 он вышел, но его и его родных поместили под домашний арест. Недавно он бежал и смог добраться до американского посольства в Пекине. Там он пробыл шесть дней, после чего его отвезли в больницу на осмотр. Чэнь отмечает, что сначала хотел остаться в Китае, чтобы продолжить свою правозащитную деятельность, но потом передумал. Говорит, видел слишком много. В подробности Чэнь вдаваться не стал. «А что будет с вашей семьёй?» «Моя семья здесь со мной, и жена, и дети». «Они поддерживают ваше решение? Они поедут с вами?» «Да, конечно, конечно». Между тем, сможет ли Чэнь выехать из Китая, пока остаётся вопросом. Хотя к его положению сейчас приковано внимание мировой общественности, территорию посольства США он всё-таки покинул, а значит, лишился прямой защиты. Судьба Чэня волнует и гонконгцев. Фотография его в сопровождении американских дипломатов в четверг была на первых полосах гонконгских газет. Популярный таблоид Apple Daily заявляет, что, цитата, «Китай потерял влиятельность и авторитет», конец цитаты. «Я очень беспокоюсь за него. Надеюсь, этот вопрос будет развиваться так, что США смогут найти выход из этой затруднительной ситуации, что кто-то возьмётся защитить его и отвезёт в Соединённые Штаты. Или кто-то хотя бы сможет гарантировать его безопасность в Китае и оградит от преследования. В конце концов, что такого плохого он сделал, чтобы заслужить такое обращение?» «Если не поднимать этот вопрос на международном уровне, то центральные власти Китая и местные чиновники будут полностью игнорировать права человека. Поэтому очень сложно соблюсти баланс. Ещё я думаю, как такое вообще может происходить в сегодняшнем обществе в 2012 году? Как китайцы я испытываю, к сожалению, и горечь». Ситуация с Ченем совпала с визитом в Пекин госсекретаря США Хилари Клинтон. Переговоры по вопросам экономики и стратегического сотрудничества между двумя странами начались в четверг. В связи с решением Ченя покинуть Китай, депмиссия Соединённых Штатов оказалась в непростом положении.